Мы заявляем Богу, Боже, зайди в мой дом, ты живи там, Дух Святой, мой дом принадлежит тебе, ты Господин моего дома, и заходит туда Бог, и Он живет, и Он берет нашу всю внутренность, и знаете, хоп, Он там открывает кладовку. Это я так просто решу, а там в кладовке сидит сатана, и Бог говорит к нам, слушай, ты же сказал, что я в твоем доме живу, но он в кладовке, он не выйдет с оттуда, ты просто кладовку не трогай, никто это не видит, никто это не знает. Хоп, Бог зашел на чердак, видит, а там сатана сидит, говорит, слушай, а что у тебя здесь, ты же сказал, что я здесь везде. Ну, Господи, туда, оставь эту комнату, а бывает в кого-то целые комнаты отданы дьяволу, а в кого-то зал, а Бог живет в отдельной потаенной комнате внутри, в которой он только заходит на собрание, и утром, и вечером, когда надо молиться перед сном, или когда он просыпается, зашел в эту комнату, с Богом поговорил и ушел. Это Бога оскорбляет, Бог не может жить с сатаною в одном доме. Это для Бога оскорбительно. Вы сказали, что этот дом ему, и туда посадили сатану. Ах, как там сатана может быть? И всякое раздражение, ярость, гнев, за этим стоят духи, крик, злоречия, злоба, да будут удалены. Выгоните их со всех этих мест, выгоните их, чтобы Бог там жил, чтобы все принадлежало Богу. И каждому из нас, мы знаем, у нас живет Дух Святой, но время пришло, чтобы наш дом, наша внутренность сто процентов принадлежала Ему. Чтобы никакого места не имел в нас дьявол. Чтобы Бог обладал нами полностью. И время нам меняться, время очищаться, и время возрастать в Боге, в Духе Святом. Бог это время дал. И Бог часто, если вы слышите этих пророчеств, Он говорит, на сие самое время вы родились. Это не то, что случайно все это случается. Мы родились именно для этого времени. И каждому из нас стоит заявить Богу и сказать, Господи, вот я. Пользуй меня так, как ты хочешь.